Строительство газопровода «Сила Сибири» будет ускорено и завершено к концу 2019 года. О ходе строительства газовой магистрали президенту России во время церемонии закладки фундамента Амурского газоперерабатывающего завода в режиме телемоста доложил генеральный директор компании «Газпром Трансгастомск» Анатолий Титов. Напряжение последних минут перед прямым эфиром усиливается палящим дальневосточным солнцем. Одна из точек телемоста с президентом – участок строительства газопровода «Сила Сибири» в Амурской области. «Сила Сибири» – первый в истории страны проект поставки трубопроводного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Реализация проекта позволит также построить в крупнейшей стране газоперерабатывающий завод для производства товарного газа, этана и такого стратегического сырья, как гелий. Такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России по такому масштабу. «Это очень мощный шаг не только в развитии отрасли, но и в развитии всего Дальнего Востока нашей страны». Заказчиком строительства газопровода является компания «Газпром Трансгаз Томск». Анатолий Титов доложил главе государства о ходе работ. Сегодня на проекте трудится более 8,5 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. Уже сварено 1150 километров газопровода. Это больше половины от общей протяженности. Высокий темп строительства обеспечивается в том числе благодаря использованию современных сварочных комплексов. Недавно «Газпромом» принято решение о наращивании темпов строительства. «Если сегодня у нас работает 8,5, то в октябре планируется больше 10 тысяч. Объединив все эти усилия, мы как раз должны добиться тех задач, которые перед нами стоят». Освоение новых месторождений Якутии и Иркутской области, строительство Амурского газоперерабатывающего завода и газотранспортной системы «Силы Сибири» – все это часть восточной газовой программы. Ее задача – создать единую систему добычи, транспорта и переработки газов. В том числе создать единую систему газоснабжения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.